Здравствуйте, дамы и господа, это канал ГеоргенКо, я и ведущий Георгий, и сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Oxygen Not Includes. В этой серии мы, наконец-таки, добрались до того момента, когда мы можем вполне спокойно и откровенно уже работать с пластиком, что называется. Ну, в прямом смысле, мы можем с пластиком работать, вот только угля у нас не хватает проб... Тернер задохнулся... Да, конец-то у нас, конечно, очень удивительный. Стерий оказался. У нас же кто-то задыхался в прошлой серии, их не спасли человека. Он не смог выбраться. Он не смог выбраться просто-напросто, какой ужас, какой кошмар. У нас задохнулся человек при процветании, это, конечно, кошмарно. У нас человек задохнулся просто потому, что он дышать ничем не мог. В нашей колонии, хотя у нас и ресурсы были, но все же это ему не помогло. Где у нас уголь теперь? Поищем, поищем и уголь. Вот тут, кстати, воды, смотрите, сколько нога я пили уже. Килограммов. Природный газ. Так, так, природный газ. Бросим этот пока природный газ. Мы хотим, знаете что? Уголь, конечно же, как я и говорил. Только где бы его взять-то в больших количествах. Но можно, конечно, вот тут наскорести по сусекам. Но это как-то... Придется и там действительно набирать. Вот тут уголек, конечно, есть. Кое-какой. Какой-никакой, а все же есть. Давайте, приоритет седьмой. И надо энергию. Энергия все-таки нам очень нужна. Кабельный мост. Улучшенный высоковольтный провод. Очищенный металл. Удерживает большее напряжение, чем обычный провод. А в чем смысл, я не понимаю. Два киловатта. При более чем максимальном, начнет выходить из строя. Он просто декор с ним получше. От этого улучшенного высоковольтного соединительная пластина. Хорошая такая пластина. Энергия. Надо ставить нам, наверное, даже... Знаете, что лучше пока? Керосиновый генератор, я думаю. Придется, придется. Керосиновый генератор. Керосиновый генератор ставить. Потому что уголь у нас закончится. Керосиновый генератор. Из эмалигамы золото. Тепло. Выделяет, но это ничего страшного. Энергия. Два киловатта. Керосиновый генератор. Грязная вода и углекислый газ. Но он сам себя охладит, похоже, я так понимаю. Грязная вода, грязная вода. Это, конечно, нехорошо. Углекислый газ, там его переработаем. Как-нибудь переработаем углекислый газ. Давайте-ка мы только полимерный пресс этот возьмем и снесем. Снесем полимерный пресс. Снесем. А на его месте, знаете, что построим? Даже лучше пока не строить тут ничего на этом месте полимерного пресса. Лучше полимерный пресс. Точнее, энергию. Керосиновый генератор. Вот тут построить. Приоритет. Пластик. Создает углекислый газ. А, нет, нет, нет. Полимерный пресс. Тогда и этот тоже снесем. Просто желательно, чтобы вот эта нефтеперегонная установка... Сейчас мы почитаем по нее. Нефтеперегонная установка. Насколько она много тепла выделяет? Ну, в принципе, не слишком уж много тепла она выделяет. Просто желательно. Хотя, ладно, это все равно будет охлаждаться колонисты. Просто она тепло выделяет. И это как бы не особо хорошо. Тепло, кис и газ, но он тоже выделяет. Вроде как и не перегревается все равно. Так что я даже не знаю. Угольный генер... Ой, собаки. Лают, лают. Ну, дверь открыта. Точнее, окно открыто. Ну, дверь в окно. Да. Так. Давайте, ука, снесем тепла. 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 Что-то вообще я. Снести. Девятым приоритетом. Давайте эту тоже нефтеперегонную установку тоже снесем. Быстрее, быстрее, быстрее. Сносите. Быстрее, быстрее, быстрее. Энергия, потом керостиную. Генератор рядышком сразу поставим. И вот тут. Керосиновый генератор. Энергия. Ну, тут, я так понимаю, уже все идет туда, куда нужно. Керосинчик. Приоритет только девятый. Чтобы труба подошла и заработала у нас пластиковая машина. Доставлена амальгама золота к этому керосиновому генератору. И все у нас скоро станет хорошо. Прекрасно, прекрасно. Так. Надо бы только этот углекислый газ выгонять как-то. Ну, как его желательно скармливать определенным видом животных. Но мы, поскольку их вообще не находили, то лучше его даже тогда перерабатывать, на самом деле. Потому что, видите, углекислый газ ускопился уже в очень больших количествах. Ой, надо ставить все-таки тут... Сейчас, подождите-ка. Надо все-таки ставить энергия. Керосиновый генератор. Генератор на природном газе. Ладно, пока этим займемся. Подождите, ладно. Оставим его. Для нефтеперегонной установки нужен человек, как вы можете заметить. Очень нужен человек для нефтеперегонной установки. Подождите-ка. Так, вентиляция, газовый насос. Пусть у нас будет газовый насос где-то. Ладно, вот здесь хотя бы. Хотя его в идеале надо вот сюда поднять, прям под гейзер. Пока построим тут из обычной лестницу, потому что... Потому что это слишком будет дорого тогда. И поставим тут, конечно же, провод. Провод, провод, провод. Трансформатор силовой. Силовой трансформатор. Энергия. Сначала высоковольтный провод. Потом обыкновенный совершенно. Обыкновенный провод. Улучшенный провод. Обыкновенный провод. Он даже... Улучшенный провод не понижает декор. Это, конечно, очень хорошо. Провод обыкновенный. Пойдет сюда. А газовая труба пойдет отсюда. Вот так, вот так, вот так. Лучше наоборот тогда все это перевернуть. Снести газовый насос вообще. И вот снести газовый фильтр. Тоже надо сносить его. Чтобы все тут процветало. Только керостиновый генератор быстрее построите. Нам очень-очень нужен он. Без керостинового генератора нас ждет энергетический кризис. Работают пока пластиковые машины. И копится у нас энергия. У нас только уголь вот заканчивается. И водоросли. А без водорослей у нас жизнь будет очень-очень плохой. И качество жизни у нас будет нулевым. Фактически-то. Качество жизни у нас очень-очень упадет тогда. Вода. Вода. Тернер. Бедный тернер. Так тебе жалко. Что ты погиб такой жертвой храбрых. Тернер. 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 Ноги. Углекислый газ. Углекислый газ. Работает все в одну сторону. Адская комбинация. Ладно, надо, чтобы керосиновый генератор наконец-таки построили. Какой он очень длительного действия, длительной постройки. Надо еще плитку построить. Энергия. Высоковольтный провод. Высоковольтный провод снести. Приоритет девятый. А вот все-таки восьмой тут надо. Работает. Провод снесли. Снесли провод. Доставлена медная руда. Работают колонисты. Работают. Ой, у нас скоро еда закончится. Как трудно, как трудно. Надо водоросли брать. Надо водоросли брать и получать. Так, тут я надеюсь, у нас раскопали колонисты. Приоритет. Давайте девятый. Уголь забрали. Скоро будем забирать водоросли. Ой, что это было? Что это было? Показывалось какой-то виск. Слышали? Фермерство, фермерство, атлетичность, вандал. Мастерство. Вот это го. На доставку всех ставим. Потому что плюс переносимому весу. Это очень даже важно и ощутимо. И нам нужно. Так, пока уж у нас кислорода не хватает. Ага-ха-ха. Вот это, конечно, нам очень нужно. Плитка. Плитка, плитка, плитка. Девятый приоритет. Сейчас он заработает. Смотрите-ка, энергия. Все. Заработал. Мощность 2 киловатта. Почему не работает? Недостаточно ресурсов, энергии. Смотрите-ка, сейчас пойдет туда, куда нужно все. Заработала, заработала, заработала. Смотрите-ка. Энергия заработала. Поставки электричества возобновились. Тут, к сожалению, углекислого газа стало очень много. Он выделяет сколько углекислого газа в секунду-то. Создает углекислый газ и... Грязные воды. Ну, копить углекислый газ нам смысла нет никакого. Точнее, есть, конечно же, смысл, но... Еще бы тогда надо газоотвод большого давления. Ну, например, можно было бы согнать... Весь этот углекислый газ, не знаю. Допустим, сюда. Тогда можно было бы кучу... Сначала загнать сюда углекислого газа, а потом... Когда-нибудь его отсюда выкачать. Да. Но это, похоже, нерационально будет. Хлор заболевший. Хлор заболевший. Вмирание. Керосиновый генератор. Большое количество отходов. Большое количество отходов. Конечно же, уходит. Кислорода нет. Вот это очень большая проблема вот тут. Надо перерабатывать кислород. Ой, у нас какая проблема, ой. Какая у нас проблема большая и серьезная. С этим всем приоритет. Восьмой. Нам нужна водоросли. Нам нужна водоросли. Лед, углекислый газ. А как очищать металл. Переработка. Полимерный пресс. Позволяет очищенный металл наделать. Холодгент нужен. 400 килограмма. Создает зато он. Для очищения требуется 400 килограмм жидкости. Количество тепла, поглощаемого хладгентом, не является постоянной величиной. И меняется в зависимости от количества энергии, требуемой на нагрев продукта. Так, ладно, перерабатываем этот углекислый газ. Все. Довольно. Кислород, углеродный очиститель. Сантехника. Чистая вода. И грязная вода. Приоритет вот такой вот. Приоритет восьмой. Хотя, у меня что-то с приоритетами, это, конечно, очень плохо. Я делаю, что так бессовестно поступаю с приоритетами. Потому что приоритет это очень опасно. Жалко, это вытереть нельзя. Слишком много уже жидкости стало. Тут, к сожалению. Доставлен гранит. Кислорода не хватает. Кислорода не хватает. Быстрее, 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 колонисты. Забирайте, забирайте водоросли. Да поставляйте их туда, куда им... Так, где им и место. Ждем, ждем, ждем. Ждем. Сейчас все будет сделано. Сейчас у нас хватит водорослей. И сейчас мы заживем. Ждем и заживем. Ждем и заживем. Вспомнился кризис в Венесуэле, который сейчас проходит. Да. Ситуация, конечно, удивительная, интересная. Жалко о ней очень малой информации всегда. Ну, раньше писали, когда были протесты. Потом протестов не стало. И о них уже стали не писать. Ну, уже народ, я так понимаю, или запугали, или он уже отчаялся протестовать. Ну, а что же там произошло, собственно? Ну, если конкретно и что сейчас происходит. Так вот, инфляция сейчас в Венесуэле достигла, как вы думаете, скольких процентов? 24 тысяч процентов достигла инфляция. А вот, ну, для сравнения, что в 92-м году в России самая высокая инфляция была. И она составляла всего лишь 2,5 тысячи процентов. То есть, разница в 10 раз. Вот такая вот ситуация в Венесуэле. Такая вот ситуация в Венесуэле. Ну, и, конечно, крах экономики страшный. Невероятный и немыслимый. А все потому, что проводились реформы. Совершенно-совершенно вредные, скажем так. Ну, взять хотя бы одну реформу. Это вообще смех смехом, на самом деле. Такое делать. Ну, как вы думаете, что за реформа была? В общем, было введено правило, согласно которому. Если женщина, которая арендует квартиру. Ну, допустим, не знаю. У кого-то человека. И у нее нет денег оплачивать аренду. То она фактически имеет право, так сказать, экспроприировать эту квартиру. То есть, забрать ее себе просто безвозмездно. Представьте, вы имеете квартиру, и вас забирает ее фактически, как это называется, съемщик. Вот. То есть, ситуация неприятна, скажем так, несколько. Представьте. И с этих пор просто-напросто женщинам с детьми не стали давать квартиру в аренду. Просто перестали давать, потому что, ну, никто не хочет лишиться квартиры. Согласитесь. И перестали давать квартиру в аренду. Вот такая вот ситуация. Это одна из множества вот таких вот вредных реформ, которые были проведены в Венесуэле. Да. Это, на самом деле, сплошной позор, проводить такие реформы. Ну, как, и пытались... Ну, и, конечно же, там, в Венесуэле пытались ограничить рост цен. Хотя рост цен, на самом деле, был просто-напросто из-за печати денег. Так, деньги, то есть, правительство печатает, а потом приказало всем частным компаниям продавать цены по фиксированным ценам. Ну, товары по фиксированным ценам. Ну, и, соответственно, это ни к чему хорошему такая политика привести не могла. Только к дефициту. Ну, и начался страшный дефицит всего. Потом некоторые магазины, ну, еще там с валютным курсом, очень интересная ситуация произошла. Просто поразительная. Курс есть официальный и неофициальный. Ну, и неофициальный, по понятным причинам, намного ниже курс доллара. Но по официальному курсу ничего купить нельзя в Венесуэле. Ну, только разве что приближенные люди к правительству могут купить. А так практически ничего и невозможно купить по официальному курсу. И вынуждены, например, те же частные компании покупать по неофициальному курсу. Да. И потом тогда государство начало просто конфисковывать магазины, конфисковывать бизнес у людей. Представляете? То есть вы создали магазин и не захотели продавать по невыгодному для вас курсу. То есть продавать ниже рентабельность товар вы бы не стали наверняка, ну согласитесь. И за это у вас забрали магазин. Ну и, соответственно, крах произошел экономический. А потом дефицит, потому что никто не будет продавать по невыгодному для себя курсу. И по нерентабельной цене товар и начался в стороне голод. И люди стали умирать. Но правительство задавило все протесты. Протесты были очень-очень ожесточенные, но ни к чему они, к сожалению, не провели. И Венесуэла так и осталась стороной, которая без будущего. С каждым годом ситуация становится все хуже, но народ уже отчаялся что-либо делать. О, грязная вода скопилась, смотрите-ка. Как много грязной воды выделяется. Отходы, отходы. Зажужжало, зажужжало все. Венесуэла. Ну, если кому интересно, то советую, конечно же, прочитать вам про Венесуэлу. Водоросли. Водоросли, водоросли, где бы мне взять вас? Водоросли, водоросли, где бы мне взять вас? Водоросли. И я думаю, что я вас возьму, и я думаю, что я вас возьму. Вот тут я вас возьму и возьму. Даже вот так, 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 так. Ну, надо докапываться, наконец-таки, досюда. Механический шлюз или ручной шлюз. Никакие существа не могут пройти через эту дверь. Может, тогда механи... Давайте ручной тогда уже делать будем шлюз. Раз, другой шлюз смысла просто-напросто делать? Нет, никакого. Потом надо будет все заменить на пластиковую плитку. Поскольку это изолятор. Ну, нет, даже не поскольку изолятор. Потому что просто-напросто мы ускорим всех наших колонистов на 25%. И это очень-очень важно для нас, несомненно. Потом надо будет пневмотрубы ставить, но это уже не скоро, на самом деле. О, сколько туалетов наших работают. Все туалеты работают. Мда. Пластика и генерация электричества, конечно же, происходит. Очень быстрыми и лихими темпами. Выработка тепла, тепло, тепло, тепло. Пекло уже тут настоящее. Самое настоящее пекло. Доставляют тут это все эти водоросли, 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 водоросли. Вот так еще можно. Восемь. Забираем уголь, водоросли. Все, что нужно, все. Все, что можно, все забираем. Перерабатывать нам пора вот... Туфу, ты. Ну... Ой. Ой. Земли-то надолго и не хватит, а тогда надо охлаждать, землю будет. Давайте охлаждать будем тоже в этой. Хотя нет, ну тут уж не в чем охлаждать. А можно охлаждать, на самом деле, все в грязной воде. Я так подумал, почему бы не охлаждать нам все это в грязной воде. Пора уже перерабатывать воду. Потому что воды у нас нет. Я аж хотел кислородное все... Кислородные машины построить. Так, ручной шлюз. Так. Ручной шлюз. Электролизер, конечно же. Конечно же, электролизер. Сантехника. Сантехника. Еда. Кислород. Ой, зачем мне это потом? Когда-нибудь. Да, можно вот тут углеродный очиститель поставить. Ой, нет, ну не тут. Так. Пока мы сделаем кислород. Вентиляция. Газовый насос. Раз-два. Раз-два. Газовый фильтр. Угу. Проблема, конечно, будет большая вот с этим. Что я сделал тут? Невыгодное место. Ммм. Невыгодное место. Отмена. Отмена. Значит, надо делать ниже территорию. Территорию надо делать ниже. Ах. Что же еще сделать так? Четыре клетки. Четыре клетки. Четыре клетки. Четыре клетки. Ставим, 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 ставим. Новые дубликанты. Ладно, достаточно, я думаю, дубликантов нам пока что. А то... Так, это все само задвигалось. Тоже основа из-за какой-то ошибки. А то разработчики не исправили... Ой, смотрите-ка. Шалфеевый хач. Возраст такой. Это по 17. Этот зверек умрет, если его возраст достигнет максимальной продолжительности жизни для этого вида. Изменение за цикл один. Старение один на цикл. Хач. Яйцо шалфеево. Если съест землю. Есть простой. Если он будет есть землю, то у него вот этот... Такой вот у него уголь выделяется. Он вроде больше угля уделяет. Или же нет? Или да, или нет. Биоматерия. Метаболизм. 25%. Ждем. Нет, надо быстрее, чтобы раскопали наконец-то все. Приоритет. Шестой. Вода. Так, ну пока что у нас пластика все-таки немного и недостаточно его для того, чтобы что-то это могло нам сделать. Как бы эту воду выгнать? Надо... Открывать путь, на самом деле говоря, для воды. Хотя нет, будет сливаться этот генератор на природном газе, я же совсем забыл. Природный газ этот злосчастный, как его выгнать-то не понимаю. Ладно, дамы и господа, на этом мы закончим нашу серию. Сейчас сегодня я устал, поэтому думаю, на сегодня достаточно серии по игре Уси-Женотан Клюда. Сейчас я, наверное, поиграю в игру For Honor. Спасибо, дамы и господа, за просмотр. Оценивайте видео и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Это очень-очень мотивирует меня делать новые серии по этой замечательной и другим играм. Продолжение следует...